Ну что, Оля, наш четвёртый выпуск «Поехали вместе!» Поехали вместе! Всем привет! Меня зовут Ольга Низовцева, и я руковожу отделом музея космонавтики вне музейных проектов и выставки. Настя, представься. Да, меня зовут Анастасия Пржевальская, и я научный сотрудник отдела вне музейных проектов. Мы в обычное время отправляемся с выставками физическими в самые разные города и даже в разные страны, или же делаем виртуальные выставки. Но, как вы понимаете, сейчас время особое. Да, мы привозим экспонаты в разные прекрасные города, рассказываем их истории. Иногда не просто рассказываем про космос, а совмещаем космос и, казалось бы, несовместимые на первый взгляд темы. И сейчас время необычное. Что мы делаем? Мы зумимся. Мы решили звонить нашим любимым космическим людям и друзьям разных городах, музеям, компураторам, чтобы вместе рассказывать, как тот или иной город связан с космосом и какие самые яркие космонавтики, музея космонавтики там побывали. И если вы видели знакомый памятник Чайковского на нашей заставке, то вы уже знаете, наверное, куда мы едем сегодня, верно? Мы отправляемся в город Клин, друзья, в Подмосковье, в Московскую область. И вам может показаться, ну, казалось бы, Клин, да, всё-таки не Петербург, не Екатеринбург, поменьше такое, более камерное место, но там находится удивительный музей. Это, конечно же, музыкальный музей-заповедник Петра Ильича Чайковского в Клину. Да, и сегодня мы вместе расскажем с нашей коллегой, заведующей выставочным отделом музея-заповедника Чайковского Александру Ушаковой, и также у нас сегодня в гостях герой Советского Союза, лётчик-космонавт Александр Иванович Ловейкин. Мы сегодня расскажем про очень необычную выставку, которую мы делали тем летом. Она связана с космосом и Чайковским. Почему Московский музей космонавтики отправился именно в Клин, и чем он особен для тебя? Ну, друзья, вы знаете, честно, для меня Подмосковье и подмосковные музеи, усадьбы — это вообще совершенно особые места и особая атмосфера. Там вот как будто в каждом вот этом доме-музее, в каждой усадьбе, парке, которая окружает своё особое время, которое остановилось, вот знаете, как в таком хрустальном шаре. Это, конечно, поразительная штука, и в этом смысле музей-заповедник Чайковского в Клину совершенно место, полное волшебства и полное мелодий. Мы сейчас покажем вам короткий ролик, который представляет этот замечательный музей. Приглашаем вас, знаете, немножко выдохнуть, откинуться на спинке кресла и посмотреть, как же выглядит то место, куда мы с вами отправляемся сегодня. Как звучит музей? Скрип, половицы, шарканье, бахил, тихие шаги и голосы конкурсовода? Нет. Прислушайтесь. Музей – это симфония, это вальс, это сюита, это опера, это дом Петра Ильича Чайковского. В гостиной композитора, как и прежде, звучит знаменитый Беккеровский рояль. Его мелодии заполняют каждый уголок усадьбы и старинного парка. Эпохи сменяют друг друга. Музыка – вечно. Послушайте. Первый музыкальный музей в России. Ну, друзья, я уверена, конечно, после этого трудно удержаться. На всякий случай мы вам напоминаем, что если вдруг какого-то были проблемы с видео, не волнуйтесь, у нас обязательно будет запись эфира, где это видео будет полностью и в хорошем качестве, если вдруг у вас была какая-то задержка со звуком или что-то еще. Напоминаем вам, что схемы эфира, потому что мы видим, что подключаются люди, у нас простая. Сначала к нам подключится Александр Ушакова, заведующая выставочным отделом в музее-заповеднике Петра Ильича Чайковского в Клину, к середине эфира. К нам подключится вживую космонавт, герой Советского Союза Александр Иванович Ловекин. Вы можете задавать им свои вопросы, готовить свои вопросы. Если Александре или нам по поводу самых космических интересных экспонатов, по поводу музыки, может быть, с пометкой «Вопрос куратору», ну а Александру Ивановичу Ловекину вы задаете вопросы с пометкой «Вопрос к космонавту». Самые интересные обязательно зададим. Ну что ж, Александра, с нами ли вы? Подключаемся. Отлично, ждем, ждем. Мы видим, кстати, что Александр Иванович у нас уже в целом подключен, но подрисоединиться он в беседе немножечко позже. Отлично, а вот у нас и Саша. Саша, здравствуй, мы очень рады тебя видеть. Здравствуйте, друзья. Очень рада вас слышать и видеть в такое непростое время. Да, Сашенька, смотри, летом того года мы в Клинский музей Чайковского приехала выставка нашего Московского музея космонавтики под названием «Музыка космоса» Чайковского до Королева. Изначально, когда руководство музыкального вашего музея предложили нам сделать совместную выставку, мы, честно сказать, очень удивились. И связан ли вообще космос, Чайковский, Чайковский космос? Саша, как ты считаешь? Расскажи нам. На самом деле, действительно, идея принадлежала директору нашего музея Владимиру Владимировичу, и когда он ее озвучил, мы в первое время были в шоке в первый момент, потому что действительно тема неожиданная, скажем так, однако, чем больше узнавали, тем больше исследовали, мы понимали, что взаимосвязей больше, чем кажется на первый взгляд. Ведь действительно все такое самое интересное, оно рождается на неком стыке, стыке двух миров, и вот эта выставка, она не стала исключением. И все началось, на самом деле, с атласа «Звездного неба», наш хранитель от Григория Анбиндер подсказал нам, что у Чайковской библиотеки есть звездный атлас, и в нем как раз находится эта карта. Мы именно ее взяли за основу, и впоследствии она предваряла нашу выставку, которую мы делали совместно с Московским Муземом космонавтики. Когда мы уже начали работать, мы поняли, что взаимосвязей настолько много, например, Чайковский был любимым композитором Сергея Павловича Королева, и именно его пластинку Сергей Павлович слушал перед тем, как отправиться в больницу на операцию, с которой он не вернулся. Очень много и более таких мелких, но достаточно забавных совпадений, несовпадений. В честь Чайковского назван один из кратеров на Меркурии. Например, Чайковского много раз включали в космосе и слушали на орбите, а собака-звездочка приземлилась в городе Чайковском, который относительно недалеко, скажем так, от того места, где родился великий композитор. Поэтому взаимосвязи оказалось больше, чем казалось. — Эта счастливая собака выглядит так, как будто она только что послушала всего щелкунчика в первом ряду в Большом театре, и ей очень хорошо. Да, и между прочим, Саша, вообще получилось, что был удивительный какой-то совершен круг, потому что в тот момент, когда мы подключились, Московский музей космонавтики подключился к выставке, выяснилось, что Объединенный музей города Королева, то есть того города, который назван в честь главного конструктора, который любил, соответственно, Сергей Павлович Королев, который любил Чайковского и Чайковский был любимым композитором, именно музей этого города привез к вам целый спускаемый аппарат, настоящий спускаемый аппарат, который был в космосе. В определенном смысле, конечно, круг замкнулся, да, совершенно поразительная какая-то вещь. Да, действительно, то, что можно применить к этой выставке, это, мне кажется, слово «фантастический», поскольку вот те совпадения, которые сопутствовали, да, в выставке, они действительно все фантастические. Этот спускаемый аппарат, он не является исключением. Там действительно в какой-то степени круг замкнулся. На самом деле вышло так, что мы поняли, что вопрос даже не столько в том, как связаны именно Чайковский или космос, а как связаны музыка и космос вообще. Потому что музыка сопровождает космонавтов всюду. И, в принципе, еще с истоков космонавтики, начиная с Циолковского и там композиторов-космистов, музыка так или иначе всегда с космосом была связана. Например, космонавты на орбите, как Саша уже упомянулась, постоянно слушают музыку. Это важное средство психологической разгрузки, да, какого-то снятия напряжения, поют песни, играют даже на гитаре на орбите. Об этом мы еще, я думаю, сегодня много с вами будем говорить, вот, про музыку в космосе. И самое главное, любые космические события сопровождает та или иная мелодия. Именно на этом была построена наша выставка. Вот, например, про Циолковского мы рассказывали, в том числе с помощью композиторов-космистов. Выставили, например, Александра Скрябина, да, его мощной удивительной мелодии. И благодаря музею Чайковского в Клину получилось так, что мы каждый раздел смогли сопроводить наушниками. Вот вы видите, они как раз там слева. И, по сути, посетители не только смотрели на экспонаты, не только смотрели на картины, например, космистов, которые мы привезли из Московского музея космонавтики, но еще и могли услышать и, по сути, погрузиться во всю эту обстановку. И это, конечно, для нас большая честь. И мы благодарим музей Чайковского за такую возможность. Это, конечно, большое счастье для нас. И мне кажется, также это было такое некое путешествие во времени, когда ты мог перемещаться из раздела в раздел, из события в события. И музыка, она действительно погружает тебя еще больше в то время, чтобы прочувствовать то, насколько космос где-то опасен, где-то весел, где-то сложен, ну и так далее. Абсолютно точно. На самом деле, друзья, вот даже Юрий Алексеевич Гагарин, вы думаете, первый космический полет обошелся без музыки? Конечно, нет. И в первом космическом полете, например, играл вальс «Амурские волны». Если вы посмотрите в интернете, например, стенограмму этого полета, вы увидите, что там Юрий Алексеевич постоянно просит «А включите мне еще музычки!» И как-то вот это действительно ободряет и дарит ему какое-то совершенно особое настроение. Кроме того, там же упоминается и «Утесов», например, и многие-многие другие композиции. Это, конечно, тоже очень здорово и очень интересно. Кстати, если вы прямо сейчас, вот прямо на собственной кухне или в гостиной или в детской, захотите себя почувствовать космонавтами. Вы можете открыть, например, социальную сеть ВКонтакте и сообщество Московского музея космонавтики и пройти по хэштегу «Вдохновение космонавта» в одно слово. Там будет целая подборка плейлистов того, что слушают космонавты в космосе или до полета. То есть это те мелодии, которые их больше всего вдохновляют. И это, конечно, самые разнообразные песни. Вот знаете, от тех же самых ландышей или амурских волн до тяжелого рока. Или, например, русский рок. Там даже, по-моему, у Олега Артемьева упоминается «Сплин». А кто-то, например, слушает рок-н-ролл. И, в общем, вы знаете, все герои наших предыдущих выпусков «Поехали вместе» так или иначе тоже связаны с музыкой. Так или иначе все зафотографированы обрезательно на орбите с каким-нибудь музыкальным инструментом. И Сергей Прокопьев, Элег Артемьев и Сергей Крикалев. За что, конечно, мы их благодарим, потому что это стало интересным очень венцом для нас сегодня. Вот такой хэштег «Вдохновение космонавта». Не забудьте, пожалуйста, обязательно потом зайти. Мы будем очень рады. Крюто, можно себя почувствовать на орбите, делать зарядку, готовить, работать, все делать как космонавта, чувствуя эту музыку. Саша, скажи, вот в этом изобилии мелодий, космических историй, какие экспонаты тебе запомнились больше всего на выставке и почему? На самом деле экспонатов уникальных было очень много. Но мне в первую очередь запомнился радиограммофон, который как раз-таки сейчас транслируется. И мы настолько вдохновились этим радиограммофоном, что на открытие мы нашли точно такой же и поставили пластинку Чайковского, которая хранится в наших фондах. То есть это такой случай вообще беспрецедентный, чтобы пластинку из фондов нам разрешили поставить. Но вот специально для открытия нам было разрешено это. Потом мне еще очень запомнилось, что Нина Ивановна и Сергеем Павловичем любили посещать театр. И на выставке были представлены их личные вещи, и запонки, и галстук Королева, и кашне, и бусы Нины Ивановны, и даже программки. И вот так трогательно, что на одной из программки с опера «Чародейка» было написано «Были с Сережей». И вот это как-то действительно запомнилось и тронуло вот мое сердце. Конечно, были и другие не менее значимые экспонаты. Это и пальто Королева, это его чемодан, и макет первого спутника Земли. Конечно, это тоже удивительная вещь. Просто... Сейчас, буквально секундочку. Ага. Да-да-да, просто фантастическая. Также на выставке были нашивки. И вот одна из нашивок мне, как сотруднику музея Чайковского запомнилось больше всего, поскольку нашивка это была с космического корабля «Интервор». Интервор. Интервор, правильно, да-да-да, простите. В 1998 году экипаж отправился в космос, и единственным русским, скажем так, космонавтом был Сергей Крикалев. Так вот, чтобы его как-то порадовать, в один из дней для него специально включили трепак из балета Петра и чаще «Лкунчик». Еще одна взаимосвязь, такая неявная, но тем не менее музыки и космос, вот эта взаимосвязь, мы их встречали везде. На самом деле, друзья, конечно, у каждого экспоната, по сути, есть своя музыкальная история. То есть, вот, например, если мы берем те же, то, что мы назвали условно театральными наборами, да, Сергея Павловича и Нины Ивановны, вы видите, что тут, например, даже та же самая программка, это «Чародейка», тоже Петра Алиса Чайковского, кроме того, тут есть и запонки. В общем, мы из дома музея Королева в музей его любимого композитора постарались привести те вещи, которые так или иначе, вот видите, та же программка «Лебединого озера», не просто связаны, а в них есть какая-то душа. На самом деле, если даже смотреть на переписку Сергея Павловича Королева, главного конструктора, человека довольно сурового, жесткого, профессионала такого, строгого, и его супруги Нины Ивановны, вот как раз они здесь на этой фотографии, можно понять, что мало того, что, во-первых, в их переписке очень много нежности, да, и даже музей, Московский музей космонавтики издал книгу, которая называется «Нежные письма сурового человека», это переписка, сейчас буквально секундочку, да, и в этой книге ни раз и ни два упоминается музыка, причем, вы знаете, с одной стороны, они оба очень любили музыку, они не просто так ходили в театр, для них это не была формальность, для них каждая вот эта вылазка, она была чем-то удивительным, чем-то прекрасным, приятным, иногда Сергей Павлович за занятость мог остаться только на одно отделение, ну уж, если оставался, так оставался, был полностью погружен. А еще, например, музыка упоминается в каких-то совершенно неожиданных контекстах, вот, например, если брать переписку, которая еще задолго до полета человек в космос, даже до первых собак, 49-й год вы видите на конце, вы видите на конверте. Сергей Павлович с ракетного полигона Капустин Яр пишет Нине Ивановне письмо. И помимо того, что там есть очень много нежных, теплых обращений, которые от него кажутся как будто немножко неожиданными, да, там, мусенька моя, душенька моя, как я по тебе скучаю, как мне тебя не хватает, там еще он то и дело упоминает какие-то концерты. А один раз даже упоминает слово персимфанс. Персимфанс — это первый симфонический оркестр без дирижера в Москве. И казалось бы, ну, письмо с ракетного полигона, да, он говорит, вчера у нас тут было несколько концертов, и вот скоро этот персимфанс закончится. Думаешь, то ли письмо позднее, то ли что-то здесь еще не так, но на самом деле, друзья, концерты и персимфанс — это зашифрованные упоминания ракетных пусков. Каждый концерт — это ракетный пуск. Нина Ивановна, конечно, как супруга главного конструктора это понимала. И в том числе таких вот удивительных деталей в этой книге и в этой переписке очень много, поэтому если это тема, которая вам интересна, мы с огромным удовольствием вам советуем к ней обратиться. И к этим удивительным людям, которые, и Нине Ивановне, которая, конечно, пронесла вот эту память о Сергее Павловиче всю жизнь и делала все, чтобы ее сохранить. И вот даже когда Саша упомянула приписки ее рукой, да, на программке, там просто написано «Были с Сережей?» — это тоже такая деталь, которая не просто трогательная, да, она совершенно особенная. Саша, как тебе кажется, а вот, например, «Первый спутник» — он музыкальный сам по себе? Однозначно уникальный. И опять мы здесь нашли, да, взаимосвязь космоса и музыки, и опять на стыке у нас все, поскольку именно звуки вот этого первого спутника — это же по сути, это что? Это первая музыка, которая была в космосе, да. Пускай это простые, да, там пи-пи-пи какие-то звуки, но тем не менее это то, что человек впервые решил пустить в космос. Это вот некое, опять-таки, наложение неналожимого, скажем так. Опять-таки, фантастика. Я говорю, вся эта выставка сопровождалась именно для меня одним словом — фантастика, потому что настолько много вот этих направлений, которые сложились неожиданно в одну выставку — это просто фантастика, девочки. Или вот, например, друзья, смотрите, из фондов Московского музея космонавтики тоже предоставляем вам много разных фотографий. Здесь справа Юрий Алексеевич Гагарин. Я думаю, вам, конечно, хорошо знаком. И слева на него с большой любовью, нежностью и умилением смотрит медицинская сотрудница. И она в этот момент, конечно же, измеряет медицинские показатели, как себя чувствует будущий первый космонавт планеты. И нам вот в том числе с Александрой показалось, что даже вот эта кардиограмма это в своем роде космическая музыка. И такой экспонат тоже был от Московского музея космонавтики в музее Чайковского, да, потому что это кардиограмма, которая была сделана накануне первого полета, 11 апреля. И вы видите, что сердце космонавта бьется абсолютно мерно, ровно, спокойно. Вы знаете, когда говорят «космическое здоровье», «космический пульс», это как раз Юрий Алексеевич Гагарин. И во многом, конечно, наверное, и с этим тоже связано то, что именно этот человек, вот его судьба была стать первым космонавтом планеты. Потому что накануне грандиозного события, в течение которого все, что угодно, все, что угодно могло пойти не так, он остался спокоен. И он чувствовал, видимо, что все идет именно так, как и должно быть. И это, конечно, тоже в определенном смысле слух его сердца — это наша космическая мелодия. Как мы знаем, на выставке были не только песни трогательные, которые ассоциировались с нежностью или с красотой космоса, и вообще с бодростью, да, то есть и были веселые какие-то моменты, и красивые, но у нас также был раздел трагедии, потому что, несмотря на красоту космоса, трагедии и его покорение, да, и то, что мы были первыми, трагедии случались. И, например, песня «Нежность», которую написала, ну, исполнила Майя Кристалинская, написала и по музыку слова Добранрава Пахмутовой, очень связана с Владимиром Комаровым, да, который погиб при испытании «Союза-1» многоместного корабля. И, к сожалению, ну, так получилось, что песня «Нежность» была задолго исполнена, ее любили очень многие космонавты, но когда ушел Комаров из жизни, потом, ну, и эта песня, да, она ассоциировалась с тем, что вот космонавты улетают, вот эти слова «пустела без тебя земля», это то, что, ну, космонавт, там, любимый человек покидает, ну, как бы, Землю на космическом корабле и оказывается в космосе. А потом, когда они начали, ну, как бы, вот Комаров погиб, получилось так, что эта песня стала ассоциироваться еще и со смертью, да, и с трагедией, то, что он ушел вообще, как бы, с земли. И был такой интересный эпизод, когда Гагарин позвонил Пахмутову уже после гибели Комарова, он ей сказал, что, ну, у них был диалог, Гагарин был дублером в полете, в этом полете Комарова, и у них был диалог, что Комаров попросил Пахмутова передать через Гагарина спасибо за эту песню, но я думаю, что это, конечно, такой момент очень трогательный, и Гагарин позвонил Пахмутовой после гибели, сказал спасибо вам за эту песню. И вот это вот, ну, это, конечно, удивительная вот музыка, да, и потом, когда ушел в жизни Гагарин, тоже эта песня уже ассоциировалась с другим, не просто с то, что с полетами, да, с первыми, а о том, что эти люди уходили. Вот, поэтому и такой раздел у нас тоже был, и на самом деле, если говорить в том числе о Пахмутовой и Добронравеве, когда не стало Гагарина, очень внезапно, тоже в результате трагедии, да, разбился самолет, у них появилась песня, которая была посвящена именно ему, и вот песня «Помните, каким он парнем был?» она тоже звучала на этой выставке, и очень часто сейчас она звучит уже вне контекста, да, то есть это что-то про подвиг, про великого человека, про космонавтов и про риск, но то, с какой болью изначально в том числе она была написана, и как она слышала с космонавтом, это тоже важная часть космической истории, и мы рады, что истории действительно были самые разные на этой выставке. Если, кстати, переходить уже ближе к нашему, ну, относительно ближе к нашему времени, Саша упомянула о нашивке. Среди нашивок в том числе были нашивки космического корабля и экипажей миссии «Союз Аполлон». Это была первая международная миссия Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, то есть представляете, да, две космические державы, сверхдержавы, обе в непростых, прямо скажем, политических отношениях, это, конечно же, период Холодной войны, тем не менее ученые, космонавты, астронавты, они все объединяются для этой миссии. Вот вы видите справа, это, конечно же, советский экипаж, я думаю, что тем более человек тот, который стоит в зеленом комбинезоне, вам наверняка всем хорошо знаком, это, конечно же, Алексей Архитович, Леонов, а в оранжевом американцы, астронавты, и слева командир американского экипажа, Леонов — командир советского экипажа, а слева командир американского экипажа Том Стаффорд. И надо сказать, что эти люди, они не просто вместе слетали, они подружились на всю жизнь, их очень многое связывало. И интересно, что даже во время их полета, например, во время полета американского и советского экипажа, каждое утро обязательно играла музыка, так называемый wake-up call, то есть как бы какая-то музыка, которая играет в начале рабочего дня космонавта, потому что, как вы понимаете, в космосе, в принципе, течение рабочего дня — это такая не настолько вроде бы простая вещь, как на Земле. Нужно очень четкое расписание, оно есть, оно очень насыщенное. И вот эти звоночки, вот эти первые мелодии дня, они каждый день были то связаны с Советским Союзом, то связаны с США. Иногда они смешивались. Например, специально для советского экипажа играла та самая нежность Майи Кристалинской, которую, конечно, очень любили космонавты. А в другой день, например, для американского экипажа играли песни вроде Good Morning Sunshine, которая, соответственно, была очень популярна в этот момент в Америке. А в один из дней сыграло что-то среднее. Это были подмосковные вечера, но они были в исполнении американского джазового оркестра. Поэтому, конечно, то, что даже космическую дружбу и международное сотрудничество можно показать через музыку — это удивительная и прекрасная вещь. Мы очень рады, что об этом у нас тоже есть шанс вам рассказать. Саша, ну, наш любимый экспонат и, насколько мы помним, твой тоже любимый. Однозначно. Это самый запоминающийся экспонат выставки, гитара, которая провела в космосе просто несколько лет и должна была по стечению обстоятельств там остаться, но волею судьбы вернулась на Землю. Это, конечно, фантастический экспонат. Опять же, гитара, принадлежащая как раз Александру Ловейкину. Да, Александру. И, наверное, он сам, он сам, наверное, о ней расскажет, потому что, ну, рассказывать про неё на самом деле можно много, но в нашем случае лучше услышать это от первоисточника. Абсолютно точно. Друзья, Александр Иванович Ловейкин совсем скоро к нам подключится. А пока мы хотим вам продемонстрировать ролик с его разрешения и из его личного архива. Это очень интересная запись. Дело в том, что эта запись сделана в момент его полёта, 87-й год, и там, в этот момент, на этой записи как раз находится та самая гитара. И когда мы вам говорим, что с космонавтами в космосе постоянно присутствует музыка, это действительно так. Даже на этой записи космонавты в космосе поют. Кстати, не пугайтесь, что запись довольно шумная. Дело в том, что на орбите, как вы понимаете, далеко не тихо. Может быть, в космосе тихо. Но вот внутри космического корабля постоянно работает техника, вентиляция, поэтому там, прямо скажем, довольно шумно. Ну что ж, приготовьтесь почувствовать себя на орбите вместе с космонавтами, и мы с вами включаем ролик. И после этого встречаем Александра Ивановича Ловейкина. Звучит песня «Солнечко-лесное», где в каких краях встретимся с тобою, милая моя. Солнечко-лесное, где в каких краях встретимся с тобою, крылья расправил молодым ночью полет. Крылья расправил искател, разлук самолет. И потихонечку гадится драм открыла. Вот и окончилось все оставаться пора. Милая моя, солнечко-лесное, где в каких краях встретимся с тобою, Александр Иванович Человекин, космонавт, летчик-космонавт, герой Советского Союза, человек, который трижды выходил в открытый космос. И, конечно же, заместитель директора по пилотируемой космонавтике Московского музея космонавтики. Александр Иванович, как вы нас слышите, видите? Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад, что у нас проходит такой зум. Я очень хорошо помню выставку, которая открывалась в Клину. Мне очень было приятно, что это проходило в городе, рядом с которым я жил. Там находится мой домик садовый, совсем недалеко. И я очень часто, естественно, бывал и бываю в Клину. И прекрасно знаю музей, часто в нем был. И когда в этом музее открылась выставка нашего Московского музея космонавтики, то мне было, конечно, очень приятно. Я приехал. Настя Пожевальская провела великолепное открытие. Я просто слушал ее открытую. Очень хорошо все было организовано. И, Александр, и у вас тоже с вашей стороны все было великолепно. Поэтому я считаю, что это была одна из лучших выставок вообще нашего музея в этот период. — Большое спасибо, Александр Иванович. Нам, конечно, безумно приятно. Спасибо вам за такие теплые слова. Ну и прямо скажем, вы человек не чуждой музыки, это прямо очень слабо сказано. Вы один из самых вообще музыкальных людей из космоса, которых мы знаем. И нам очень приятно, что именно вы сегодня к нам подключились. Не только благодаря вашей еще и такой связи с Клином, но, конечно, в первую очередь удивительной музыкальной связи. Александр Иванович, ну мы остановились действительно на этой гитаре. Показали даже благодаря вам ее видео. Но как вообще это могло произойти? Как вообще гитара отправилась в космос? Туда же ничего нельзя такого большого отправить. Как вам это удалось? — Ну давайте, вот если честно и откровенно говорить, это не первая гитара, которая оказалась в космосе. Первая гитара появилась еще на станции «Салют-6». И на этой гитаре была исполнена песня Юрия Висбора «Домбайский вальс». Ну вы помните, да, лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Эту песню исполнил Александр Сергеевич Иванченко. Он тогда летал с Володей Коваленкой на станции «Салют-6». Вот им прислали гитару. Это был первый инструмент, который попал в космос. Наша гитара была вторая. Это был уже полет на станции «Мир». Наша, я имею в виду командира экипажа Юрия Викторовича Романенко, дважды Героя Советского Союза, ну, вашего почетного слугу, покорного слугу. И вот гитара, о которой идет речь, она мне была подарена моими родителями после окончания восьмого класса, за успешное окончание восьмого класса, ну, другими словами, за то, что меня не выгнали. И школы в этот период. Вот. Эта гитара стоила тогда по советским деньгам 12 рублей. 12 рублей – это довольно много было, потому что, ну, допустим, так, если сравнивать, то где-то бутылка коньяка стоила там рублей 5, по-моему, 4 с чем-то. Это вот как эквивалент, да, потому что сейчас очень сложно перевести с нашего рубля, теперешнего, на то. Довольно была такая гитара приличная. Размер 7 восьмых, самый удобный размер. Он удобный и для исполнения, он удобный и для перевозки похода, там, и другие места и так далее. И вот эта гитара была всегда со мной, всегда, всю жизнь. Играть я научился так. Значит, у Юрия Висбора, вы, может быть, знаете, есть такие слова в одной из его песен, что я гитарой не сильно владею, и с ладами порой не в ладах, обучался у местных злодеев, в тополиных московских дворах. Вот это как раз про меня. Вот как раз в этих дворах тополиных, в одном из дворов, мы с ребятами по вечерам собирались, а тогда это было очень дурное поклонение гитаре, потому что ансамбль Beatles, ансамбль Rolling Stones, из наших Владимир Рузысоцкий, Юрий Висборг, Клячкин и многие другие вот эти авторы. Поэтому мы каждый почти вечер собирались, играли, показывали друг другу аккорды. И я знал-то там всего там ля минор, это вот тональность, ну, может быть, там один переходящий, два. Но эта тональность помогла нам с Юрией, вот когда мы разъезжали по многочисленным командировкам, на Байконур, другие места там. И она всегда была с нами, эта гитара. И получилось так, что когда мы уже собирались как бы стартовать, уже были в скафандрах, там сидели мы перед государственной комиссией за стеклом, и шла беседа, как мы готовились, что это было, 6 февраля 1987 года. И наш главный конструктор Юрий Павлович Семенов задал такой вопрос. Он говорит, «Ребят, ну все хорошо, все понятно, а у вас есть какое-нибудь пожелание? Последнее перед стартом?» Я говорю, «У меня нет, меня только ради бога поскорее в космос запустите, потому что я 9 лет в очереди стоял». А Юра Романенко, у него это был уже третий полет космический, он говорит, «Юрий Павлович, а можно я гитару с собой возьму?» Ну, если мы возьмем с собой гитару. И тогда Юрий Павлович говорит, «Гитару берите, но в гитару ничего не кладите». И когда мы поднялись на лифте уже с Юры для посадки в космический корабль, а я как бортинженер должен был первый туда залезать, причем делалось это на карачках, между прочим, становишься на карачке и в этот посадочный люк, туда в бытовой отсек заползаешь. И когда я туда заполз, то первое, что увидел в бытовом отсеке, это нашу гитару, прям со струнами, как вот она была, прикручена, значит, вот в бытовом отсеке к дивану. Вы знаете, в бытовом отсеке есть сервант, есть диван. Кстати, у нас недавно в музее космонавтики прошла выставка дизайна, и там все красиво и четко про это рассказывали, что в космическом корабле где имеется. Она на самом деле, друзья, не просто прошла, простите, Александр Иванович, она прямо сейчас идет, эта выставка идет онлайн, поэтому если вам интересен космический дизайн, обязательно заходите к нам в соцсети или на сайт, выставка действительно замечательная, и там вы узнаете про космический быт, дизайн и функциональность и очень много интересного. Извините, что я вас прервала. Нет, Настенька, конечно. Вот, ну и потом Юра туда залез, ну, мы стартовали. Ну, и в такие, я вам честно скажу, в космосе бывают ситуации, такие моменты, когда наступает такая легкая депрессия, мягко говоря, легкая. Вот, может быть, сейчас тоже многие испытывают такое состояние в связи с самоизоляцией. И помогало нам выйти вот из этого состояния, ну, прежде всего, работая. Чем больше работаешь, тем чаще чем-то там занимаешься по программе полета, то тем меньше это состояние тебя мучает. Ну, как только, вот, допустим, выходные дни или там бывают периоды, когда там нечего делать, такой работы нет, срочная дара нам просто помогала выходить. Но мы пели песни в основном Юрия Высбора. Они нам очень нравились, потому что в этих песнях есть то, чего нет в жизни на станции Мир. Там обычно Юрий Высбор о чем пел? Горы, Байдарка, Тамарка, кстати говоря, тоже. Вот, там, походы. Ну, то, что вот очень мы с Юрой любили, потому что мы с ним рыбаки, мы очень любили походы и сейчас любим, кстати говоря, тоже на рыбалку вместе собираемся. Ну, и вот песни Юрия Высбора нам очень помогали. А Юра потихонечку освоил гитару. Я показал ему эти пять аккордов и два еще переходных. И он стал сочинять песни. То есть, наступило такое состояние, когда вот сам полет, сам, видимо, космос повлиял таким образом на его физику, что он решил передать это другим людям и смог это передать с помощью песен. Он написал порядка двадцати песен. Песни великолепные. Вот еще никому не удалось передать ощущение космонавта в длинном полете, вот так как Юрий не писателем, не художником, не поэтом, а ему это удалось. Вот поэтому мы эту песню очень любим. Мы часто их исполняем, когда вместе собираемся. Ну и вообще вот гитара это такой инструмент, так скажем, душевный, который помогает нашей душе трудные минуты или минуты радости каким-то образом вот соединиться с этим инструментом. И, в общем, она нам очень здорово помогала. Она провела в космосе десять лет, потом, когда станцию затопили, все сгорело вместе со станцией, кроме нашей гитары, которая оказалась у нас в музее космонавтики, там, где и положено. Как гитара смогла вернуться обратно? Мы американцы привезли на Атланте, спустили перед тем, как станцию мира затопили. Но, вы знаете, я еще должен сказать, что вот был такой вопрос, а как вообще звук передается в полете? Ну, Анастасия уже практически ответила, Настя уже ответила на этот вопрос. Она, звук-то такой же, как и на Земле, но на станции очень сильный шум. Дело в том, что постоянно весь полет работают вентиляторы, которые перемешивают выдыхаемый СО2 и вдыхаемый кислород. Если у нас на Земле там, где присутствует гравитация, это делается естественным образом, теплый воздух вверх, холодный вниз, то, поскольку на станции веса нет, то никуда ничего не перемещается. И это перемещение происходит с помощью вентиляторов. Их очень много, они очень сильно шумят. Вот, поэтому мы немножко после полета глуховатые. Когда меня жена ругает, я почти ничего не слышу. Вот, и, мало того, еще это действует каким-то образом, может быть, на музыкальный слух. Потому что, так мягко говоря, от медведя недалеко ушел, который на уху наступил. Но, тем не менее, мы вот в своей такой компании, когда собираемся, конечно, мы нигде там не выступаем, с концертами, не дай бог. А вот в своей компании мы часто очень берем гитару, поем песни, в основном Юрия Романденко. В основном. Александр Иванович, могли бы вы поделиться, может быть, какой-то историей с орбиты, или, может быть, советом, который, как вам кажется, людям нужен прямо сейчас? Прямо сейчас, я уже немножко сказал об этом, надо уметь выйти из состояния депрессии, которая, естественно, присутствует вот в такой самоизоляции, в замкнутом объеме. Мы провели с Юрой в замкнутом объеме полгода, и иногда, как я уже говорил, становилось, так на тебя наваливалось, такое, немножко неприятное чувство, депрессия, как мы называем. И выходить двумя способами можно. Первый, самый главный, это начать что-то делать. Вот, я понимаю, сейчас уже в квартире все переделали, да, уже там и полки перевесили, все перемыли, перестирали, перестирали, ну, в общем, все, что только можно, сделали, ну, пожалуйста, найдите еще что-нибудь, что-нибудь, чем можно было заняться. Почитайте книги детям, там, там, что-нибудь еще, но что-то надо делать. Вот любое занятие, оно тут же снимает депрессию, тут же. Вот бывало там, действительно, так вот навалится, начинаешь что-нибудь крутить или откручивать, или прикручивать, смотришь, через пять минут уже песенку у нас выставаешь. То есть, сама психика, она сама себя лечит. Это первое. А второе, то, о чем мы говорили. Покупайте гитару, они сейчас стоят недорого, великолепные, кстати, производства китайские гитары, и они недорогие, и осваивайте их, осваивайте, это не так сложно. Время есть, почему бы не освоить гитару? Вот сейчас на сайте можно найти любые песни, в том числе, Юрий Визбур, они уже с аккордами, кстати, и сами аккорды показаны, и есть целые на Ютубе уроки, они очень простые, ничего там сложного нет. И чем больше будет у нас бардов вот в этот период, тем быстрее мы выйдем с этой полки вниз, посыпемся, с коронавируса. Это точно. И потом будем собираться все в лесах на расстоянии полутора метров и петь под гитару. Чего? Сначала полтора, потом метр, потом полметра, а там как пойдет дальше. Ну что, начнем вопросы задавать от наших слушателей. Вопрос такой, Александр Иванович, подбирает ли в экипаж людей со схожими музыкальными вкусами? Вот, например, космонавта Васютина из-за болезни раздражала музыка на станции. Как договариваются космонавты по поводу тишины или музыки между собой? Ну, насчет Васютина я ничего сказать не могу, потому что я с ним не был в полете. А вот вообще говоря, психологическое состояние одного космонавта и другого, оно очень важно в длительном полете. И нас отбирают, когда создаются экипажи, нас отбирают, ну, прежде всего, по нашим техническим знаниям, по тому, какой мы опыт приобрели во время подготовки. Мы сдаем огромное количество технических экзаменов. Мы проходим тренировки по выживанию, там, по приземлению, по приводнению, парашютные прыжки, полета на самолетах Л-39, очень много всего. Но в том числе, вот по результатам всех этих тренировок и экзаменов, как бы экипажи подбираются, да, но помимо этого работают еще и психологи, специальные врачи, которые есть в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, и они с помощью специальных тестов, этих тестов очень много, очень много, есть специальные методики, под которым подбирают личностные характеристики и возможности, как бы, нахождения в длительном, ну, в длительном полете вот таких вот индивидуальных двух людей или трех, там, ну, неважно, сколько, сколько членов экипажа. Кстати говоря, сейчас на МКС шесть человек, ну, сейчас пять в данный момент, а мы летали в двою, весь полет, это не так просто. И выбирают в том числе нас и психологи, но бывает так, что психологи нам дали характеристики, что все, мы подходим, все нормально. Последний момент, кто-то заболел, кого-то начальство сняло, еще что-то, и летят совсем другие. Поэтому психологический аспект, он, конечно, важный, но он не самый главный, не самый первый. Ну, а уж если говорить о музыкальных там пристрастиях, то здесь в этом плане, вот мы, например, все время Романенко, у нас все-все совпало. Мы очень любили Избора, мы очень любили Высоцкого, мы очень любили, значит, вот я говорил, Битл, Роллингстонс, но вот классическую музыку мы не очень. Честно, если откровенно говорить, да, ну, совсем она в космосе не идет. Вообще, весь полет сопровождается какими-то музыкальными произведениями. В основном, это песни советских композиторов, во-первых, как говорила Барлакова, да, помните, в фильме «Приходите завтра» после Барлакова. Песни советских композиторов, во-первых, ну и другие всевозможные, они весь, вот весь рабочий день. Что-то ты откручиваешь, что-то прикручиваешь. Все это сопровождается музыкой, которая пробивается через шум вентиляторов, как бы они складываются. Два вот этих вот звука. Но музыка звучит постоянно. Постоянно. У нас есть бортовой очень хороший мунитофон, специальные кассеты, и мы просим, когда приходит очередной корабль, прогресс, мы просим всегда, чтобы нам положили что-то такое, то, что мы любим, видеокассеты, или любимые песни наши, любимые книги, кстати говоря, нам книги присылали во время полета. Ну, вот так вот походит, походит полгода, а может быть, у некоторых и больше и год был. И даже и больше и года. Так, пожалуйста. Я боюсь, что вы, конечно, возможно, немножко расстроили Александру Ушакову тем, что вам не нравится классическая музыка на орбите. Человек все-таки из музея-заповедника Чайковского. Идет она. Ну, что делать? Но, учитывая, что прямо сейчас на орбите находится человек по фамилии Вагнер, я думаю, что какая-то классическая музыка все-таки там должна играть. Ну, Валькирия весь полет играет. Смотрите, у нас, на самом деле, несколько есть хороших вопросов от Ксении Шмаковой, но я прерву вопросом от нашей слушательницы с ником Ульяша. Ульяша спрашивает, Александр Иванович, скажите, а есть ли в космосе еще какие-то развлечения, чем обычно занимать? Вы вот упомянули книги, музыку, может быть, есть какие-то еще развлечения и традиции помимо работы? Значит, есть ведюшник, есть книги, значит, шахматы играть нельзя, в карты играть нельзя, психологи не рекомендуют, потому что вы сами понимаете, что ты находишься вдвоем полгода в замкнутом объеме, значит, все у нас отношения были великолепные с Юрой, просто великолепные, вот, но иногда бывало, так кто-то ухо почешет, а тебя уже всего выкатывают. Это тоже разумеется, и надо уметь выходить из этого состояния. Поэтому психологи, вот такие игры, вот как шахматы, где возникает азарт, да, и чувство соперничества между двумя людьми, или карты, значит, они не рекомендуют, не рекомендуют. И тем не менее, вот шахматный матч состоялся, мы скоро будем отмечать 70 лет, да, вот, шахматному матчу, который, значит, 50, 50 лет. 50, да? Да. Значит, играли два космонавта наших на борту корабля «Союз-19», это Севастьян, это Николай, а на Земле играли Каманин и Горбатко. Вот состоялся первый такой, по связи был матч проведен, шахматный. Вот это действительно было интересно. И, кстати, у нас в музее к нам приходит «Гроссмейстер», очень известный, и у нас будет шахматный матч, который должен состояться во вторник, значит, между музеем космонавтики и бортом Международной космической станции. Вот так будет такая возможность посмотреть на это. Кстати, будет объявлено, это тоже в зубе можно будет посмотреть, так что, пожалуйста, присоединились. Да, друзья, совсем скоро. Значит, поэтому вот такие виды не рекомендуют, ну, это не значит, что нельзя. Да, пожалуйста, если хочет, пожалуйста, поиграйте. У наших-то, кстати, были. И в музее, они есть у нас, Московский музей космонавтики, их можно увидеть в одной из экспозиций. Так, пожалуйста. Следующий вопрос такой. Александр Иванович, чем отличается манера игры на Земле от манеры игры на орбите? Слушайте, я, кстати, заинтригована. Невесомость как-то влияет? Ну, конечно, влияет. Ты можешь вверх ногами играть, можешь вниз ногами, можешь стоя, как лошадь, можешь лежа, можешь там боком повернуться. Это же невесомость. Там не имеет никакого значения, в каком ты находишься в положении. И понятие потолок, стены и пол это все условно. Поэтому в этом плане очень удобно играть. Но, как я уже говорил, сам звук такой же точно, как и на Земле, и все звучит так же, как есть. Вы знаете, нас еще спрашивают, просто вы упомянули как раз музыкальный слух, и насколько это полезная штука для космонавта. Нас спрашивают, в частности, помогает ли музыкальный слух в работе? Вот, например, может быть, вы на слух слышите, что где-то что-то работает не так, к примеру. Знаете, вот все люди разбиты на две части. Примерно одинаково. Половина людей, у которых есть музыкальный слух, половина людей, у которых этого музыкального слуха нет. И как бы ты ни пытался, если у тебя его нет, он у тебя никогда не возникнет. И наоборот, если у тебя есть, то ты так родился, и с ним умрешь, с этим сослухом. Поэтому, если у человека есть слух хорошо, если нет, это не значит, что он не должен петь, или не должен играть на гитаре, абсолютно не значит. Берите гитару, играйте и пуйте, и слушайте сам себя. И это уже будет здорово. Ничего страшного. Ну, не дал, Бог не дал. Ничего. Есть, а то другие таланты есть, какие-то проявляются. Так, еще. Вы знаете, у нас просто тут есть еще вопрос к куратору. Если вы не против, Александр Иванович, на вопрос к куратору мы прервемся, потому что, Саша, вызывают тебя, спрашивают, скажите, а все экспонаты выставки принадлежали Московскому музею космонавтики? Мы об этом частично говорили, Саша, но если ты уточнишь, мы будем рады. Да, конечно, я уточню. На самом деле, конечно, основная часть экспонатов принадлежали Московскому музею космонавтики. От нашего музея была карта Петра Ильича и несколько фотографий, которые предваряли выставку. Наш музей также неоднократно посещали космонавты, посещала жена и дочь Гагарина. И вот эти фотографии мы сочли нужным повесить в преддверии выставки, то есть они также участвовали. Но основная часть непосредственно, конечно, музея космонавтики. Мы, конечно, с одной стороны, мы безумно были рады предоставить экспонаты из Московского музея космонавтики, из нашего филиала дома-музея Королева. Но при этом те экспонаты, которые были предоставлены, например, музеем Чайковского в Клину, это удивительные вещи. И вот этот атлас звездного неба, который мы сегодня показывали, это поразительная совершенно какая-то штука. Ну и та история, о которой Саша уже говорила сегодня, с тем, что вы нашли ровно такой же радиограммофон, как был у Сергея Павловича Королева. Поставили на него точно такую же пластинку, какая была у Сергея Павловича Королева, и запустили ее в открытие. Это, конечно, особая честь, и прямо скажем, для нас это маленькое музейное чудо, потому что, как Александра уже говорила, прямо скажем, музейные пластинки крутить, ну, нельзя. Мы, собственно, свой радиограммофон включить тоже не могли, но вот коллеги совершили просто переворот в нашем сознании, и мы очень-очень рады. на самом деле этот зал выставочный, в котором как раз проходила выставка, он создавался специально под эту выставку, то есть до этого в нем выставок не было. И после того, как выставка окончилась, название за залом так и осталось, зал космонавтики. До сих пор. Ну, Саша, это самый большой подарок этого эфира. Мы теперь знаем, что это зал космонавтики. Да, но я еще один подарок очень бы хотела попросить. Александр Иванович, мы, конечно, настаивать не можем, но, может быть, для всех наших прекрасных зрителей, кто сегодня участвовал, задавал вопросы, может быть, вы могли бы исполнить какую-то композицию в этот пятничный главный вечер в честь зала космонавтики в музее Чайковского? Ну, ребята, вы знаете, я уже говорил, что я гитарой не очень сильно владею, но давайте я, может быть, исполню одну из песен, которую написал мой командир Юрий Романенко в космосе. Вот. Ну, я не знаю, как она прозвучит, мы попробуем. Нормально слышно, да? Да, хорошо слышно. И, кстати, нас как раз спрашивали, где можно услышать песни, в том числе Юрия Романенко, и вот прямо сейчас, друзья. Скорее в дотла уходят вниз ступени, космические скорости дарят. Пришел черед, и мы сейчас измерим, любовь к тебе, родимая, земля, со мной вдруг надежен и проверен. Гитара и работ не впроворот, и наш полет не сутками измерен. За кружи белых звезд круговорот, я в травы повалюсь и в полю надышусь, речной воды напьюсь, когда вернусь. К земле я припаду, с друзьями обнимусь, спою и на любую, когда вернусь. Свет, добрые слова друзей слышны нам, что проводили нас с тобой в полет. Уверены в себе мы в машине и знаем, что судьба не подведет. Прости, земля, прощаемся с тобою. Корабль наш уходит в вышину, но срок придет и утренней звездою. Опустимся в рассвет осеневу, и я в травы повалюсь и в волю надышусь, речной воды напьюсь, когда вернусь. К земле я припаду, с друзьями обнимусь, спою и на любую, когда вернусь. К земле я припаду, с друзьями обнимусь, спою и на любую, когда вернусь. Друзья, я включаю режим мозаики, чтобы мы все вместе похлопали Александру Ивановичу. Александр Иванович, для нас это честь. Огромное вам спасибо. И, конечно, все мы сегодня вот так вот неожиданно попасть еще и на концерт. Люди присылают свои аплодисменты, присылают свои звуки. Кто-то уже в чат до этого писал. Просим, просим. И, в общем, теперь вся мозаика покрылась просто вот этими замечательными аплодисментами. Спасибо вам большое, Александр Иванович. Передам Юрию Романенко обязательно. Потому что, если честно, все, что вы сейчас пели, у меня такое же чувство после самоизоляции обязательно и в травы, и в море. Да, вот как закончилась наша пандемия, значит, мы все в траву, в траву по и воле надышусь и так далее. Абсолютно точно. Александр Иванович, надо сказать, что помимо вопросов, я просто видела, что в мозаике уже показали ваш портрет. Вот люди уже хлопали, большие и маленькие. Поэтому просто хочется сказать огромное спасибо. Мне кажется, у нас сегодня, конечно, была удивительная встреча. Коллеги, что скажете? Отлично, очень понравилось. Хотелось бы, конечно, пожелать в данных условиях, в условиях самоизоляции, в условиях сложных, слушайте музыку, друзья. Слушайте музыку. Музыка, как и космос, она бесконечная. Ее невозможно закрыть в коробке где-то. Она всегда здесь, она всегда там. Поэтому именно она поможет нам пройти через эти испытания. Спасибо большое, Александр Иванович. Ну, вам большое, огромное спасибо, что были сегодня с нами. На самом деле, стало намного теплее. Снова, что мы все вместе, несмотря на расстояние. И если вы хотите тоже что-то пожелать нашим слушателям, то мы будем очень рады. Я бы хотел, прежде всего, пожелать, чтобы Клинский музей, вот как он есть, чтобы он и дальше так же существовал. Потому что, вот, конечно, Чайковский, Петр Ильич, для нас, для всех, это, ну, это, вы знаете, вот меня часто, кстати, спрашивают, а вот какая связь космонавтов с Петром Ильичом Чайковским? И я всегда отвечаю так, что, ну, прежде всего, вот первый концерт очень любил Сергей Павлович Королёв. Что касается нас, космонавтов, у нас связь очень простая. У нас есть такой космонавт Климу, его тоже зовут Петр Ильич. Вот, и поэтому я хочу, чтобы ваш музей постоянно приезжали посетить. Вот сейчас закончится пандемия, и пусть приезжают, пусть смотрят, пусть прочувствуют вот тем, той атмосферой, которой всегда сам и спикал Петр Ильич 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 Курский. Это первое. Ну, а второе, всем нам я хочу пожелать, чтобы поскорее закончились вот эта совершенно необычная возникшая ситуация. Но, вы знаете, мне кажется, пройдет время, пройдет время, и мы будем вспоминать эти дни, в общем, с таким особым чувством, с особой памятью. Это было непросто. Это было непросто, и мы это пройдем обязательно. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем здоровья и удачи. Спасибо большое. Друзья, большое спасибо, большое спасибо Александру Ивановичу Ловейкину, летчику-космонавту, который сегодня был с нами. Огромное спасибо Александре Ушаковой, заведующей выставочным отделом музея-заповедника Петра Ильича Чайковского в Клину. Мы хотим, друзья, перед тем, как с вами попрощаться, показать вам один слайд. Если вы хотели бы и дальше с нами, сейчас, извините, буквально секундочку, дальше с нами оставаться на связи, то, пожалуйста, оставайтесь с нами в наших социальных сетях, Московском музее космонавтики, и в социальных сетях и на сайте музея Чайковского. Большое вам спасибо и надеемся, что до новых встреч!